Как нас лечат домашние животные? 9 способов. До сих пор сомневаетесь, стоит ли заводить питомца? Мы приведем 9 неожиданных аргументов в пользу этого решения. Они поднимают настроение. Достаточно понаблюдать за любым живым существом, даже за рыбкой в аквариуме, чтобы избавиться от беспокойства. В это время в организме действительно происходят физиологические изменения, которые влияют на самочувствие и настроение. Снижается уровень кортизола, гормона, участвующего в развитии стрессовых реакций, и повышается уровень серотонина, гормона счастья. Вы постепенно успокаиваетесь, а ваше физическое состояние улучшается. Снижают уровень кровяного давления. Конечно, контроль массы тела и физические нагрузки никто не отменяет, но существует исследование, доказывающее, что владельцы домашних животных реже страдают от повышенного давления и учащенного пульса. Помогают снизить уровень холестерина в крови. Те, у кого дома животные, реже страдают от повышенного содержания холестерина. Возможно, это связано с тем, что владельцы часто ведут более активный образ жизни. Кошки и собаки лечат сердце. В результате исследований, которые проводились на протяжении 20 лет, выяснилось, что у владельцев кошек инфаркты случаются на 20% реже, а у владельцев собак гораздо лучше проходит восстановление послесердечного приступа. Смертность послесердечных приступов снижается больше, чем в 3 раза. Помогают бороться с депрессией. Психологи и психотерапевты очень часто советуют завести домашнее животное людям, страдающим депрессией. Собаки и кошки – те существа, которые любят вас беззаветно и искренне. Они лучшие в мире слушатели, которым можно повидать все, что у вас на душе. К тому же, людям становится лучше, когда они знают, что кому-то нужна их защита и забота. Поддерживают вашу физическую форму. Владельцы собак знают, что прогулки дважды в день обязательны, а ежедневная получасовая прогулка, 15 минут утром и столько же вечером – это тот минимум физической активности, который нужен любому человеку, независимо от возраста. Снижают риск возникновения инсульта. Владельцы кошек реже страдают от инсультов. Возможно, это связано с тем, что кошки, как никто другой, умеют успокаивать, помогают общаться. Одна из важнейших составляющих психологического здоровья – общение. Людям это необходимо. У владельцев собак проблем с общением нет, так как всегда есть возможность поболтать на площадке или во дворе. Даже если вы человек застенчивый, ваша собачка всегда подойдет познакомиться с другим четвероногим, а заодно и вы перекинетесь парой слов с хозяином. Укрепляют иммунитет и снижают риск развития аллергических реакций. Недавние исследования доказали, что в семьях, где есть собаки и кошки, дети реже страдают от аллергии. Ученые объясняют эти показатели передачи микрофлоры животных детям. Тесный контакт, видимо, действует как прививка и в результате укрепляет микрофлору кишечника, повышает иммунитет и снижает развитие пищевой аллергии. То же самое можно сказать и о детях, которые живут в деревне и контактируют с домашними животными. Как нас лечат домашние животные? 9 способов.